так чистить можно не только большим ножом можно вот у меня маленький нож это был столовая ручка сломалась я сам сделал бабульки любимый нож вот точно также снимается и маленьким вот чистится вот замечательно чистится закрепить получше криво кривая щука кривая вот маленьким ножом еще и удобнее никаких соплей никаких здесь никакой слизи мерзлая чистая получается рыба вот какая чистенькая вот она шкура вот вот теперь несколько штук упало на пол они вообще аккуратные вот это вот вот они срезанные шкурки и мы их откроем из ведро опа пойдет в огород на удобрение я обычно кое-что даю сорокам из кишок вот эти они сороки не едят тут кроме чешуи ничего нет вот теперь дадим погреться этой щуке чтобы ее можно было ножом разделать и приступим канал таежный обитель приветствует вас сегодня я вам покажу как разделывают щуку вот такую хорошую большую щуку на котлеты на котлеты на жарёху и на уху три в одном ничего мы отсюда не будем выбрасывать кроме некоторых кишков итак у меня вот здесь умывальник такой вот это вот я убираю когда разделываю получается тут такой объект вот 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 и первым делом я уже вам показывал мы снимаем чешую здоровая щука ну килограмма четыре это точно так мне ее эту щуку меня угостили Вася с Мишей спасибо большое щука свежая вот свежая щука это конечно деликатес и котлеты и уха и жарёха со свежей щуки когда щука полежит она уже меняет свои вкусовые качества поэтому мы ее будем делать свеженькую ну я показывал уже вам ну еще раз кто то скажет задолбал этими щуками а кто то увидит впервые и вот эти которые говорят задолбал по моему думают только о себе есть такие люди повторение мать учения и там не всегда нарываются на канал каналу почти четыре года а некоторые мне пишут Николай Иванович вот только недавно я наткнулся на ваш канал и уже не могу оторваться вот так снимаем чешую чешуя срезается почему она вот так срезается вот эта чешуя она как наши волосы она на морозе не замерзает она мягкая а щука мерзлая и когда мы срезаем нож в мерзлоту эту не залазит а вот эту мякоть чешую он ее легко легко вот так срезается вот еще раз показываю только чешуя только чешуя никакого никакой тут шкуры нет ребята то есть упертые говорят что я снимаю срезаю шкуру нет только чешую ну в общем не буду я затягивать время сделаем паузу и потом уже когда я ее буду второе делать разделывать я уже включусь так продолжим манипуляции со щукой вот она у меня полежала часок оттаяла но не совсем теперь мы будем ее разделать вот такая чистенькая вот почищенная ножом срезанная чешуя так голову на уху готовим на уху опа поймали ее на махалку мои друзья зацепили где-то на голову на голову на голову потаяла даже маленько лишка ну ничего как обычно как обычно я шучу так это потом пойдет сюда положим это пойдет на уху хвостик 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 без косей тоже добавим для ухи а тут можно разрезать по животу можно по хребту я когда на котлеты делаю я разрезаю на котлеты на хе вот так вот где анальное отверстие и вот так вниз вниз вдоль хрупта провели вот внутри сейчас еще мерзло и мы уберем это не не пачкая так рыба с икрой рыба с икрой рыба с икрой надо аккуратно если я по хребту или по животу резал я бы там маленько нарушил а так у меня вот получается здесь аккуратно и мы вот открываем этот сундучок внутренность и ничего мы тут не режем просто открываем 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 ой 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 вот те подлёдная рыбалка ну еще миленькая но ее надо отдельно ее надо отдельно для нее возьмем чашечку это тоже будет блюдо я ее обязательно посолю я ее обязательно посолю улинка я люблю просто сырую вот так есть но щучу нет подумал об этом но нет не ем ну вот икра такая уже более-менее хотя еще до икромета далеко и далеко так вот икру вот спасибо миша лося спасибо друзья мои бабулька обрадуется бабулька обрадует так вот разрезали как бы на полыке тещу что мы делаем на уху мы сразу забираем аккуратненько отделяем печенку вот такая чистенькая печенка ну ложим икру кишки у нас ага что-то там заглушено мы их тоже разделаем на уху на уху разделаем так вот у нас опа опа это все пузырь пузырь воздушный пузырь не выкидываем это бухе тоже деликатес он так вот с жирком маленько это вот у нас кровь она еще мертвовато в общем прелесть разделки этой так ну это мы выкинем аккуратненько убираем пузырь немного вот голове пузырь тяжело ровненько отдирается вот вот это брюшко оно без крупных костей но здесь ребра ребра можно срезать есть показывают срезают это будет на жарёх у детям вот здесь нет мелких косточек но есть косточки ребра они легко вытаскиваются поэтому мы режем на жарёху вот так как бы как ребра идут наискосок точно также мы режем кусочки вот эти вот будут для детей они ребрами не подарятся они их вытащат научатся вытаскивать ну не такие не грудные дети и не маленькие совсем дети как у меня 14 16 лет внучата это вот я им это пойдет отдельно это я делаю полуфабрикаты потом бабушка с морозильника достанет и уже готова также вот этот деликат гтс бабулька пожарит внучата и будут очень довольны брюшки очень вкусные они не такие как хребты ребят здесь сплошное такое мясо и ну как не так вкусно вот тут у нас опять пузырь который надо подрезать вот так подрежем его сюда вот она мерзловатое мерзловатая кровь она вот так мы выгребем есть ложкой выгребает ложечкой вот так вот можно тоже маленькой ложечкой здесь можно выгребать ну я вот так делаю вот она кровь мерзлая и я ее сюда вот получается тоже чистая такая чистый хребет ну здесь мы его разрежем можно вот сейчас можно на жареху вот так порезать вот такими кусочками вот такими кусочками будет на жареху еще вот такими вот вот такими кусочками можно на жареху можно убрать хребет но я сейчас оставлю на хе бабулька будет делать хе и на хребет ребра очень такие хорошие Это будет уже на хе. Без косточек. Хребет. Хребет убираем. Сейчас я вот так надо будет надрезать. Ой, здоровая щука! Маслы как у Сахатова. Маслы как у Сахатова. Туго срезаются. Так, ладно. Пойдем другим путем. Очень туго. Это не маленькая щука. Эти хребты пойдут в уху. Это пойдет на хе. Можно сразу даже порезать. Это пойдет на хе. Это тоже. Я не буду мельчить. Потому что будем позже делать. Вот так. Сюда. Это. Пойдет на хе. Пойдет на хе. Какое было дано указание. Ну, это. Нажареху. Такое. Нам с бабулькой и внучатам уже хватит. Ого. Даже не раздолбишь. Гребет. Никак не берется. Но его срезать лучше. Вот так стоя. То, что тут вот остается. Это. Это на уху. Это добавка для ухи. Вот. Вот этот вот. Где ближе к хвосту. Здесь косточек мало. У щуки. И поэтому мы добавим тоже. Нажареху. Небольшими кусочками. О. Вот получается. Нажареху. Разровняли. Положим в холодильник. С этой. С этой. Сделаем. Икру. Третье блюдо И четвертое блюдо Будет на уху Сейчас я Тут отложу Так, это пойдет Кошка не ест Но сороки с удовольствием Сороки едят у меня с удовольствием Так Кровь убираем Так, пузырь Пузырь Есть Водичка И сразу в водичку положим Так Печенка Печенка Ну она Чистая Вот это Желчный ток Я его убью Помоем печеночка В уху Пойдет Хребты Хребты В уху Помоем Чтоб бабулька просто кинула И все Голову Обязательно надо убирать Жабры Иначе Тут не промоешь током И Шук будет Уха будет Такая Мутная Невкусная Ну вот это не убираем Вот тут Ее как зацепили Крышком Так она В крови Так Это сюда Жабры Осторожно Надо Надо Жестко брать Если берете Крепко Чтобы у вас рука Не скользила Тогда вы Можете вот так Внутри Вырезать Но аккуратно Эти жабры Очень хорошо режут Руки Очень хорошо Подрезаем тут С боков Берете прям Острые Но если вы Берете и не дрыгаете Как я вот так смело То вы не порежетесь Если вы будете Труситься То обязательно порежетесь Это Сороком Сердце Тоже им Сердце Не едим Так Вот это Отрезаем Помоем Голову Кровь Убираем Ага Вот ключок Порвал Заглотила Глубоко Так Хвостик Это добавка Кухе Вот тут у меня Голова Вот эти кишки Мы их тоже возьмем У больших Щук Кишки Можно брать Вот эту вот Селезенку Селезенку Замороженная Рыбка Не растаяла Внутри щуки Был вот такой Бяки Там видать Что-то добавляют Они как После них Как наркоманы Ничего им не надо Со стола А только Вот эту Бяку Жирок Не выкидываем Это пойдет По уху Сейчас я приберу Женька Ну это помоется Вот так Ложим Желудок Ножом Очищаем Безнака Слищ Вот ее Очищаем Сороком Сороки ее С удовольствием Съедят Зима Снега у нас Много Птицы Голодные По всей зее Везде Воробьям Синичкам Кормушки Идешь Везде Воробьев Выживут Вот так Почистил Почистил Жир 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 Ложим Моем Его Это будет Наваристая уха Так Это тоже Промоем Вот эту Вторую Кишку Ее тоже Берем Которая Потолще А с этой Потом Разберемся Точно Так же Ее Разрезаем Разрезаем Кишку Здесь Вот такой Рубец Когда я его ешь Он очень вкусный Такой Переход С одной Кишки В другую Как Рубец Эвенки Голова Худая Не бывает Кишки Имеют Особый Вкус Они Им Хорошо Уделяют Вот Слизь Вот Эту Слизь Точно Так же Мы Ее Убираем 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 Вот Так Сороки Съедят Это Я им Тоже Отдам Я Очень Люблю Вот Эти Кишки Кто-то Не Будет Есть Люди Разные Но Настоящие Рыбаки Они Конечно Варят Варят Вот Так Вот Такая Будет Почищенная Аккуратненько Сюда Здесь Эту кишку Мы не берем Последнюю Которая На выход А вот Жир С нее Мы Обязательно Берем Обязательно Жирок Это Для ухи Для Очень Хорошо Уху Я буду делать Пустую Я Очень Люблю Просто Просто Попить Уху Я Потом Туда Добавлю Лука Перца Лаврушки И Больше Ничего Лучка Я Кладу Побольше Я Его Прям Люблю Есть Потом Сухи Ну Ну Вот Это Уже Оставили Вот У нас Получается Такая Сейчас Я Ее Все Это Заморожу А Бабулька Потом Еще Раз Промоет Перед тем Как Как Уварить А Может Я Буду Варить А Сейчас Я Промою Тоже Вот Так Эх Пузырь Хрустит На зубах Прелесть Ребята Не Выбрасывайте Ничего Это Жирок Жирок Ложим Обязательно Вот Это Вот Желудок Ну Здесь Жирный Он С Жиром Но Это Такая Прелесть Ой Говорю И слюни Текут Прям Ну Не Могу Так Это Еще Тоже Желудок Хребты И Печеночка 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 Вот Какая Большая Она Прелесть Прелесть Полезная Вкусная Можно Ее Пожарить Можно На уху Можно Пожарить Я ее Наверное Отложу В Дожарку Даже Не знаю Нет Оставлю На уху Оставлю На уху Но Слюнями Самому Не Подавиться И Вас Не Раздразнить Сильно Так Вот Это Вот С головы Низ Сюда Голову Помоем Помоем Крот Надо Убирать Крот В ухе Это Непорядок Крот Вкус Портит Крот Надо Убирать Крот Уберем Потом Потом Бабушка Еще Помоет Вот Так Вот У нас Получается Такая Прелесть На уху Ну А это Уже Пойдет Так Это Сороком В помойку Не надо Это Сороком Ну А это Промою Подмывальником И В ведро И В огород Огород Это Тоже Будет Удобрение Это Будет Удобрение Ну Вот Я Управился С большой Щукой Управился Не шибко Я тут Насорил Сейчас Помою Так что Бабулька Меня Бить не будет А будет Очень благодарна Получилось У нас На талу На уху На жареху И Икра Плюс Ну Это Такая Как бы Большая Удача Всем Желаю Здоровья Любви Красоты Творчества Радости Сегодня 27 февраля Весеннего Равновесия Буквально Через день Придет весна И Удачные Рыбалки Миша Вася Большое Спасибо Большое Спасибо Когда Немуде Я Даст Бог Вместе С вами Побуду На рыбалке И мы Для Моих Подписчиков Сделаем Если получится Интересное Видео Пока Пока Продолжение следует